всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале северное вязание сегодня уже третий день нашей недели стартов я надеюсь что вы посмотрели также видео моих девочек кто также снимает с кем вместе мы вообще решили начать эту неделю чтобы просто чтобы повеселиться вот надеюсь что вам не скучно с нами да и вы вдохновляетесь также на какие-то новые работы и новые процессы и так сегодня значит я вам представлю процесс над которым я также очень долго думала ну скажем так наверное полгода значит наконец-то у меня дошли руки до при до слонимской пряжи где-то полгода назад одна моя замечательная зрительница сделала мне такой подарок прислала две упаковки слонимской пряжи значит одна ну в каждой упаковке по 50 грамм в одном мотке у нас 50 грамм 200 метров это 30 процент шерсть и 70 процентов п а это пряжа в 4 сложения и значит цвета были просто волшебные один вот этот вот свет я до них не дотрагиваюсь потому что пакеты очень шуршащие значит вот этот цвет называется нежная сирень так отодвигаю извиняюсь за шуршание а вот этот на это вообще цвет бомба малахит то есть если у вас где-то в доступе это пряжа то обязательно присмотритесь посмотрите какой шикарный цвет так отодвигаем в общем у меня две упаковки до этой пряжи и после того как я показала вот этот свой подарок уже полгода назад или больше у меня несколько раз спрашивали что как мне слонимская пряжа мне было стыдно сказать что я еще и и не попробовала потому что я не придумала что из нее связать сразу когда она мне пришла я вот достала эти два вот эти два цвета я почему-то подумала что они должны быть вместе как их соединить вместе что сделать я понятия не имела но мне почему-то вот не хотелось их разлучать и еще у меня была мысль что такие цвета шикарные я бы не хотела прятать куда-то там например вязать какую-то кофту но это все-таки полушерсть да то есть это было бы зимняя какая-то там кофта свитер или платье или там еще что-то да и я бы не хотела это прятать под какую-то верхнюю одежду мне бы хотелось этим ходить и хвастаться ну что уж сказать да то есть я думала что это будет какой-то аксессуар который я бы могла носить наружу да и ну просто не было у меня очень долго не было никакой мысли что из-за этого связать ну то есть разные мысли приходили уходили но ни одна не задерживалась и тут где-то уже месяц назад я точно наконец-то решила что это будет но не начинала да потому что я у меня были процессы которые я хотела закончить прежде чем начать и вот я закончу свои процессы эта идея меня не покинула а значит я иду в правильном направлении это у меня всегда так работает так вот значит что я решила на сегодня утром я начала этот процесс но провязала очень-очень опять же мало сейчас вы сами увидите почему значит я решила связать так вот уже все попуталась тут я решила связать двойной снуд жаккардом да значит что я сделала сегодня с утра я набрала на вспомогатель не на вспомогательных на ну как временный набор набрала 150 петель и замкнула вязание в круг как как видно да значит замкнула вязание в круг и начала вязать ну посмотрите и разве я не права что эти два цвета они просто шикарно выглядят вместе и вот видите я сейчас буду вязать вот такую вот трубу тут пока пока процесс такой зачаточный да то это плохо видно и плохо понятно но в общем когда я свяжу трубу я смотрела там по моему он должна быть 140 сантиметров но потому что я хочу снуду в два оборота в общем когда я свяжу вот эту трубу я распущу вот этот временный набор да и соединю петля в петлю и будет у меня вот такой вот двойной снуд и вот эти главное что вот эти протяжки вот этот страшный изнаночный изнаночная страшная страна она останется внутри и никто никогда их не увидит вот и будет вот такой вот двойной снуд толстенький тепленький но потому что если бы в одну нить да это все таки довольно тонкая пряжа до 400 метров на 100 грамм это тонкая пряжа и ну я не знала серьезно что из нее связать а вот если таким способом то по моему идея неплохая как вам кажется вижу я на спицах три с половиной но потому что жаккард всегда надо вязать на спицах большего размера и что я хочу сказать по узорам я не хочу вязать сложных каких-то узоров я не хочу опираться на какие-то схемы честно говоря просто все это из головы вот тут какие-то ромбики дальше пойдут ромбики более удлиненные что ли на общем буду чисто интуитивно что захочу буду ляпать но именно это будет очень очень простые узоры знаете как у вышивальщиц есть такое понятие да вернее не понять это название вышивки примитив ну то есть понятно да из названия что это какой-то очень очень примитивный узор вот у меня будет примитивный жаккард примите снуд с примитивным жаккардом но 150 петель спицы три с половиной жаккардовые все-таки доходе примитивные но жаккардовые узоры где надо считать плюс два матка которые болтаются и ребенок который норовит их схватить в общем все это наталкивает меня на мысль что это процесс будет не быстрый возможно даже долговязан станет но вот я сейчас вижу и мне кажется что это будет снуд но совсем не на осень а скорее на весну ну вот именно сочетание цветов и было бы неплохо довязать это все например к марту месяцу как вы думаете осилия или не осили но вязать очень интересно потому что я соскучилась по жаккарду жаккардовые узоры меня всегда очень привлекали и они прям ну не хочешь выпускать из рук думаешь вот свяжу еще один рапорт еще один рапорт и вот вырисовываются какие-то силуэты и это прям не отпускает тебя и это но мне это очень нравится это очень весело вот то есть тебе никогда не скучно стало скучно вязать этот узор хоп начался какой-то другой узор вот вот такой вот у меня сегодня процесс новая пряжа для меня до которые уже тысячи человек попробовали и повязали а вот у меня только дошли руки напишите мне пожалуйста что вы думаете по этому поводу что вы думаете по поводу сочетания этих цветов и так же вообще о всей задумке этого двойного снуда ну да снуды я это можно конечно сделать было и шар в двойной да то есть потом соединить просто вот эти вот края но я снуды все-таки люблю больше чем чем другие на шейные аксессуары шейные аксессуары да вот вот такие дела и теперь я надеюсь что пряжи мне хватит потому что больше такой пряжи таких цветов мне взять вообще негде в общем будем укладываться в то что есть вот вот такие вот у меня дела сегодня в среду такой у меня новый процесс буду очень рада вашим комментариям по поводу жаккарда по поводу сочетания цветов по поводу верите ли вы в меня что я закончу это к марту месяцу вот ну и также по поводу слонимской пряжи будет очень интересно почитать ваши комментарии ваше мнение вот на сегодня это все на встретимся завтра всем пока пока